А вот это? То есть, потом лоскут на него ложится и ничего страшного? А, ну, лоскут не ложится на него, мы восстанавливаем до цементной малевой границы только. А там есть ли образие уже как бы? Ну, вот для этого мы используем пластический материал, в данном случае аутотрансплантат. А то есть, если аутотрансплантат на него? На кого? На образие. Да, да, так он для этого используется, чтобы не было там вот этого пустого пространства. Вот это результат после снятия швов и через год. Потом подшивание. Видите, да, какой объем? Большой. Кто? Объем кертинизированной весны. Угу. 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 Зуб надо закрыть коронкой уже просто. Восстановить адентию. Эта резорцина, резорцинина? Угу. Ужуя с другой стороны. Там шестого зуба, по-моему первого маляра не хватает. То-есть ей там заниматься и заниматься. Но она вот пока занята детьми еще. К сожалению На это она сама была мотивирована Он некрасивый Она на самом деле хотела Вообще всем заняться Но так получилось Может быть она захотела посмотреть Одиночный Но он самый сложный Потому что это третий класс И рядом нету Зуба Это самая сложная работа Потому что здесь очень много нюансов Здесь пришлось Создавать этот искусственный сосочек К нему подшиваться Почему я сказала Здесь именно этот выбор Трапециевидных хирургических сосочков Для того чтобы расширить Контакт Чтобы было за что Вообще шить Потому что у нее такая тонкая Слизистая была Что она вся в руках Просто ползет Под пинцетом Думаю да Здесь был Но она вот Она вся такая довольная Ну не знаю Пока собирается Наверное Как-то заняться Своим ртом Но придет Наверное время Встретимся Значит через 5 лет Посмотрим Нет Разные жизненные бывают Просто ситуации Деньги Как-то Какие-то Видите Тут кризисы на кризисах Были Всякие дефолты И так далее Ну что Теперь мы переходим К множественным рецессиям Как мы поступим У меня есть к вам Предложение Мы сейчас Отработаем методику Ротированного лоскута В языке Или Санктис А потом Сделаем На биологической модели И забор трансплантата И ротированный лоскут Или мы сейчас Заберем трансплантат Я просто посмотрела Что большинство Работает трансплантатами Я думаю Что это Да Это просто более удобно Технически Мне кажется Какая существует проблема Помимо одиночных рецессий Это генерализованная Атрофия Слизистой Которая приводит К образованию Множественных рецессий У пациентов Почему-то В последнее время Ее распространенность Все больше Увеличивается Я не могу сказать Что это С какой-то Гиперчисткой зубов С чем в связи Это связано Еще конечно Да простят меня Мои коллеги Ортодонты Расширение Ортодонтических Показаний Для лечения Привело К Неконтролируемому Рынку Множественных рецессий После Ортодонтического Лечения Потому что Конечно Это осложнение Ортодонтического Лечения Но вот Появление Условных Продонтологических Бракет Систем Которые Якобы Мягкие И не наносят Никакого Вреда Нет Дэймонд Она же считает Это Продонтологическая Система Продонтологическая Решается Решается Вопросы О том Как быть Что делать Он больше Для ортодонтов Потому что Они конечно Там обсуждают А там Особенность Вот в чем Там Они рассказывают Они рассказывают О том Как должен Взаимодействовать Парадонтолог И ортодонт Я честно говоря Ходила На второй день Потому что Первый день Был Чисто Ортодонтический Я просто Не знаю О чем Там была речь Но я знаю Что там Только ортодонтия Была А второй день Вот они Говорят о том Как готовить Пациентов Что с ними Делать Или уже Постфактум Устранять Эти рецессии Я работаю И так И так Но естественно Мне уже Многие Просто пациенты Приходят С этими Постфактум По факту Тот Кто попадает Сейчас Уже заранее Вот все-таки Я собрала Какое-то количество Ортодонтов Вокруг себя И они присылают На консультацию До начала Пролечения И мы теперь Стали превентивно Оперировать Рецессии Там Где Однозначно Будет Ухудшение Ситуации То есть Там Цель какая При устранении Этой рецессии Даже не столько Ее закрыть Сколько Создать Прикрепленную Десну Изменяем биотип Да Изменяем биотип Для того Чтобы Не усугубить Состояние Потому что У меня Такая была Одна история Я отпустила Молодого Человека Так Говорю Ну нет Давай Мы все Потом Сделаем Его Пролечили А когда Он пришел Я не знала Вообще Что с ним Делать Потому что В области Нижних Центральных Лиццов Рецессии Были Почти 9 Миллиметров То есть Мы чуть Не потеряли Вообще Эти Зубы Мы Конечно Решили Эти Проблемы Это Настолько Тяжело Потом Выкручивать Себе Руки Голову Вообще Не понимать Что с этим Делать Что Конечно Я уже Стараюсь Всех Отсматривать Если Я вижу Какую-то Угрозу Что это Будет Ухудшать Я делаю До начала Ну и Ортодонты Вокруг Стали Очень Прислушиваться И они Просто Видят Насколько Это Прогностично Благоприятный Результат Единственное Что Взаимодействие С ортодонтом Вы должны У него Всегда Спросить В какую Сторону Будут Перемещаться Корни Зубов Если Зубы Будут Перемещаться Вестибулярно Точно Надо Делать Превентивное Величение Толщины Потому Что Выход В это Пространство Он Мновенно Там Облезет Засна Если Например Будет Меняться Наклон Из Корни Будут Более Широких Дугах При Тремах Будут Собираться Там Наоборот Это все Уйдет Можно Не трогать Можно Посмотреть Как Все Будет Двигаться В любом Случа Этих Пациентов Надо Держать Динамики И наблюдения Каждые Три Месяца У меня Составлены Для них Карты У меня Все Рецессии Измеренные Не только Рецессии Толщина Ткани Все Показатели Я Веду Таким Вот Образом Как Именно С Парагонологической Карты Чтобы Смотреть Не на глаз На мой Что Стало Плохо А все Время Отслеживать Миллиметрами Эту Динамику